Две домашние победы, одержанные Десной в конце 2010-го, позволяли болельщикам скромно надеяться на продолжение победной серии. К тому же в очередном туре в Брянск пожаловали вовсе не фавориты высшей лиги. Планета Университет – команда крепкая, но нестабильная. 12 поражений в 18 матчах первой половины чемпионата вряд ли можно назвать достойным результатом. Не устроили итоги первого круга и руководство ухтинской команды. Потому в составе клуба произошли серьезные изменения, и в Брянск приехал из ряда обновленный коллектив. Команда Ухты достаточно комплектованная команда. Они перед началом второго круга еще усилились, взяли из молодежной команды Химки Филиппова 24 номер. И они проповедуют такую систему защиты с переключениями. Достаточно сложно играть против такой системы. Находить контраргументы отлаженным действиям гостей в субботнем матче у Десны получалось лишь в первых двух периодах. До большого перерыва на площадке и на табло действительно наблюдалось полное равенство. На большие сил у баскетболистов Десны, увы, не хватило. Не спасли брянскую команду и 14 очков Алексея Шалыгина. Гости одержали уверенную победу 76-53. Испытываем проблемы и с разыграющими игроками, и с атакующими игроками. Пытаемся из того, что у нас есть, извлечь максимум. Но не всегда получается. Ребята стараются. Игры с Воронежем, и с Курском. Вселили надежду, что кое-что можно достичь. И с этим составом. Проблемы с составом сказались и в повторном поединке команд. Игра у лидеров Десны Шалыгина, Юдова и Павлова в воскресенье явно не пошла. Как следствие, уже в первой четверти матча преимущество студентов из Ухты периодически достигало 10 очков. По ходу встречи Десна то настигала соперников, то выдавала невнятные отрезки, позволяя гостям увеличивать разрыв в счете. В итоге финальная сирена зафиксировала на табло счет 85-72 в пользу команды «Планета-Университет». Дмитрий Кузнецов, Аристарх Никитин. События. Брянск.